Вопрос. Мне попались диски различных православных музыкальных дружин, которые благословлены Церковью. О словах я не говорю, а вот музыка, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Также есть примеры музыки и в руки, и других направлений, которые вызывают самые высокие чувства, не неся явного религиозного подтекста. Ваш комментарий. Спасибо вам. Во-первых, что такое благословлены Церковью? Вот это я до сих пор не могу ещё понять. Кем? Ну, там написано, что, например, я благословил, нет? Если было так написано, вот тогда всё в порядке. Ну, что такое Церковь? Ну, уже понимаете? Ну, что, какой-нибудь батюшка благословил, да? Или какой-нибудь, даже, если хотите, епископ. Это личное мнение просто данного представителя Церкви. Но никак не смешивайте. Это совсем не означает Церковь. Кем бы ни был этот представитель Церкви, это ещё не значит, слышите? Это не значит, что благословила Церковь. Я вам введу пример, не называя имён, когда я показываю одну книжку одному Высокопревысокопреосвященнейшему, на которой написано «Его благословение на ужасную книжку». Ужасную. Такие вещи там, жуть. Так? Он отвечает. Я никогда не благословлял этого. Вы слышите? Слышите? Никогда не благословлял даже. Он написал себе спокойно. Но даже если бы это было на самом деле, это совсем не значит, что это благословлено Церковью. Совсем не значит. Пожалуйста, не смешивайте это. Ни одно лицо само по себе не может быть отождествлено со всей Церковью. Вы знаете, сколько заблуждалось, кто хоть немножко соприкасался с историей Церкви? Приказы. Папа Гонорий, Папа Римский в древние времена был отлучён от Церкви. Римский, который был, так сказать, первым среди патриархов. Патриарх не историй, был отлучён Церковью. Вы слышите? Даже привожу кого? Папа, патриархов, не говорю епископов, прецвитеров, то есть священников, монахов, кто угодно мог ошибаться, заблуждаться и становиться даже в противлении всей Церкви. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, да, не говорите так, что благословлено что-то Церковью. Вот. Это первое. Второе, что я вам хочу сказать, что действительно, сейчас классическая музыка, некоторые вещи, они таковы, вот даже в консерватории сидеть, и они прям невольно помогают молиться. Кстати, замечательные критерии. Именно критерии. Один из очень духовно опытных людей говорил мне сам, что критерием, критерием, ну, хорошести, что ли, песнопения, богослужебного даже песнопения, вы слышите какого? Не светской музыки даже, а песнопения богослужебного в Церкви помогает молиться или, напротив, отвлекает и разрушает. И верно. Есть то, что помогает душе, настраивает на этот лад. Есть, что рассеивает буквально. Так что я вполне верю, что, конечно, есть музыка не церковная, в смысле не исполняющаяся в Церкви, но, может быть, очень хорошая музыка, приятная музыка, которая нисколько не раздражает, не расстраивает человека, а иногда просто даже помогает. Даже при этой музыке можно даже, знаете, сказать краткую молитву, которую, кстати, должны всегда и все, кто хочет быть христианином. Слышите, какую вещь я говорю? Всегда и все, кто хочет быть православным христианином, должен как можно чаще произносить в себе «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Кратко. Как можно чаще мы даже и не молимся, вот беда-то. Ну вот, критерием, одним из таких очевидных критериев является помощь или наоборот произнесение, если хотите, в этой хотя бы молитве, как и в других молитвах. Вот так.